Таня, спасибо большое. Добрый день, уважаемая госпожа посол, уважаемые представители государственных органов, Центральная избирательная комиссия, Сенат, эксперты, коллеги. Добрый день. Спасибо за ваше внимание к нашей инициативе. Спасибо, что уделили время. Послушайте нас сегодня. Я представлю главу наших рекомендаций по институционализации политических партий. К сожалению, несмотря на огромные экономические ресурсы и благоприятное географическое положение, Казахстан пока не реализовал в полной мере потенциал ни в Центральной Азии, ни в целом нашем континенте. И для нас это без сомнения связано с тем, что он остается автократией. Центральным элементом демократического управления считаются политические партии. Более того, как вы все знаете, наличие институционализированной партийной системы со стабильным набором политических партий, с предсказуемыми отношениями между ними, с доверием электората. Это и есть экосистема, которая необходима для выживания и консолидации демократии, особенно в постпереходный период. Казахстан, для которого до буквально настоящего момента, буквально до сегодняшнего дня, была характерна гегемония одной персоналистской партии. Нур-Отан в окружении других мелких партий, слабо организованных, к сожалению, не развил ни демократической партийной системы, не институционализировал, собственно, сами политические партии. Сейчас в нашей стране официально зарегистрировано шесть политических партий. Для сравнения, в 2012 году их было девять. Не получает регистрацию демократическая партия Казахстана под руководством Жанбулата Мамая. Но в то же время мы видим, что после январских протестов президент обратил фокус своего внимания на политические реформы. И буквально вчера озвучил направление изменений и в этой сфере. Политическая трансформация, как будет обещано, будет нацелена на формирование честных и справедливых правил игры. Это будет искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни. Мы очень верим, что партийная система займет центральное место в процессе этой демонополизации. И разработали 25 предложений конституциональной реформы политических партий. Нужно сказать, что эта работа велась на протяжении 2021 года. Во многом и раньше. Вот такой консолидированный отчет у нас был готов еще в прошлом году. Некоторые из наших предложений уже попали в список реформ президента. Я сейчас отмечу, какие мы с вами уже услышали. Некоторые, которые я сейчас озвучу, государству только предстоит осознавать. А нам, гражданскому обществу, предстоит продвигать на следующем отрезке, в следующие 3-5 лет. Наши рекомендации можно поделить на два блока. Это общее управление институтом партии и финансирование партий. Пожалуй, самой очевидной проблемой развития партийной системы у нас является форма правления. Конституция 1995 года закрепляла полупрезидентскую форму правления по модели президент, премьер, при которой премьер-министр и правительство были коллективно подотчетны не только законодательной власти, но и президенту. И как стало ясно с 2017 года, с последних поправок в Конституцию, либерализация этого режима путем ограничения полномочий президента сама по себе не дала такого толчка к развитию демократии. И даже привела, повлекла за собой такую концентрацию власти в руках высшего президента Нурсултана Назарбаева в неизбираемом государственном органе в Совете Безопасности, который находился вне системы исполнительной власти. И вот по опыту других постсоветских стран, которые перешли от модели президент-премьер к модели премьер-президент, имеются очевидные доводы в пользу полного отказа от полупрезидентской формы правления. И наша первая рекомендация перейти на парламентскую форму правления, когда президент избирается в результате косвенной процедуры, например, квалифицированным большинством депутатов парламента, для чего требуется выдвижение компромиссного кандидата, и будет иметь в государстве по большей части церемониальные полномочия. Вчера в своем выступлении президент Тукаев отметил, что Казахстан должен перейти от супер-президентской республики к президентской с сильным парламентом. Президент и Акимы при этом не смогут занимать посты в политических партиях. Дальше я пройдусь по нашим рекомендациям. Есть таких глубоких экскурсов в какой-то исторический или в правовой контекст и опыт развития других стран просто для экономии времени, но всем желающим мы рады будем еще раз предоставить письменно наш анализ и если нужно его прокомментировать. Следующая наша рекомендация – это снизить избирательный порог до 3% и создать избирательные округа меньшего размера, например, сделать всего от 7 до 14 округов по стране. Третье – ввести гендерную квоту в размере 35%, и при этом важно, что сами по себе гендерные квоты, они не всегда приводят к расширению участия женщин или приводят к их формальному участию. У нас, как вы знаете, определенная квота действует, но со стороны гражданского общества часто критикуются вот как раз-таки за формальность. Поэтому важно, чтобы введение этой гендерной квоты сопровождалось санкциями за ее несоблюдение. Они могут варьироваться от финансовых до правовых. И также очень важно установить правила расстановки кандидатов в избирательных списках. Есть два-три разных принципа, как это можно сделать, чтобы отразить равенство. Следующая наша рекомендация – это сократить необходимое для регистрации число собранных подписей вместо членов партии, чтобы партии могли регистрироваться без сильных обременений. И вот здесь интересно, что наше предложение как раз было таким, как установить требуемый минимум в 3 тысячи подписей, что приблизило бы наше законодательство к другим странам, более демократическим нашего региона. И это уже было озвучено президентом вчера. Это позволит не стеснять деятельность небольших партий, не будет дискриминировать партии, которые выражают интересы меньшинств. Следующее – это полностью исключить требования о сбалансированном региональном распределении сторонников партии. Ну, то есть представленность филиалов партии по всем регионам и по всей стране, поскольку оно тоже носит потенциально дискриминационный характер, может быть препятствием на пути участия политической борьбы партий, которые представлены только на местном уровне, или пользуются общественной поддержкой в каком-то определенном регионе. Следующая наша рекомендация – это вообще пересмотреть существующие запреты в законодательстве нашей страны, которые могут ограничивать, несоразмерно ограничивать свободу объединений в принципе, потому что политические партии должны иметь возможность содействовать внесению изменений в законодательство в области действия этого института или других, также в правовую или конституционную систему государства при условии, что используемые, естественно, при этом средства законные и совместимые с основными демократическими принципами. В частности, мы считаем, что принудительный роспуск политических партий при снижении до определенного уровня количества их членов следует отменить как непропорциональную меру. Она должна быть, скорее, исключительной, которую стоит применять лишь тогда, когда партия прибегает к насилию, угрожает общественному миру или угрожает конституционному строю. На этом наши общие рекомендации закончены. Следующий большой блок посвящен финансированию партий, и здесь у нас наибольшее количество рекомендаций, поскольку, наверное, справедливо будет заметить, что в первые 30 лет независимости у партий в Казахстане было минимум прописанных ясных правил и процедур в этой области. Этот институт был скорее законсервирован без равных возможностей финансирования для всех участников. Поэтому мы предлагаем разработать систему равного прозрачного подотчетного финансирования партий. В частности, первое – гарантировать доступность государственных субсидий для политических партий, которые не представлены в парламенте. В идеале порог для государственных выплат должен быть как минимум на два пункта ниже избирательного барьера и в любом случае не должен превышать 3%. Формула для распределения государственного финансирования должна балансировать в себе как принцип абсолютного равенства, так и принцип справедливости, чтобы не давать какие-то несоразмерные преимущества крупным политическим партиям. В то же время эта система должна быть достаточно гибкой и должна быть способна меняться с течением времени. Следующая рекомендация посвящена тому, что можно было бы выделить некоторую часть государственных субсидий для поощрения участия женщин, молодых людей, национальных меньшинств или с инвалидностью в политической жизни. Подобным же образом еще какую-то часть государственных средств можно было бы зарезервировать на цели финансирования политических исследований, учебно-образовательной деятельности. Следующие несколько рекомендаций связаны с пожертвованиями в адрес политических партий. И хотя запрет на пожертвование из иностранных источников в Казахстане является широко распространенной практикой, мы все-таки предлагаем обратить внимание на то, чтобы такое ограничение не было посягательством на свободу объединения применительно к политическим партиям, которые, например, могут вести свою деятельность на международном уровне. Второе, мы предлагаем ввести ограничения на пожертвования частных юридических лиц, при этом полностью запретив пожертвования со стороны юридических лиц с государственной формой собственности или которые работают по государственным контрактам. Также мировая практика нам подсказывает, что есть так называемый механизм периода охлаждения. Например, он может длиться три года после пожертвования в пользу политической партии. В течение вот этого периода юридическое лицо не может получать государственные контракты. Следующие еще несколько рекомендаций связаны с минимальными и предельными суммами пожертвования. И предельными суммами расходов. Так вот, мы предлагаем установить такие пределы. Во-первых, предельные суммы пожертвований, чтобы не допустить чрезмерного влияния каких-то участников политического процесса, частных интересов, богатых слоев общества, но и в то же время не препятствовать участию граждан в политической жизни. Для этого было бы тоже полезно ввести формулу расчета вот этого верхнего предела пожертвований, чтобы он определялся не по усмотрению государственного органа, например, Центральной избирательной комиссии или другого, а объективно с учетом экономических колебаний, инфляции, с учетом изменений заработных вклад, с учетом потребностей получателей. Также необходимо регулировать банковские суды и кредиты, обеспечивая их прозрачность, адекватное отражение финансовой отчетности партий, чтобы, опять-таки, избегать незаконных пожертвований в натуральной форме или в любой другой форме со стороны третьих лиц. По поводу правил пожертвований в натуральной форме мы предлагаем их установить. Их сейчас пока нет, и хорошо было бы их иметь во время и после избирательной кампании с использованием каких-то объективных критерий по оценке денежного эквивалента, как бы они засчитывались. И в том числе сюда можно было бы отнести и вовлечение волонтерских ресурсов, потому что волонтерский труд тоже можно пересчитать в денежный эквивалент. И, как может быть, кто-то из вас знает, закон о волонтерской деятельности сейчас у нас запрещает волонтерить в политических партиях. Следующая наша рекомендация – это ввести ограничения электоральных расходов, чтобы гарантировать, простыми словами, гарантировать то, что голоса избирателей не были куплены или гарантировать, что свободный выбор избирателей не предопределен какими-то крупными расходами в интересах каких-либо кандидатов и партий. Для этого тоже было бы полезно разработать формулу расчета лимита расходов, который бы тоже определялся не по усмотрению какого-то госоргана, а объективно, равный для всех, учитывал экономические колебания, инфляция, изменение заработных плат и другие показатели. Партиям, которые получают государственное финансирование, мы считаем, должно быть предписано регулярно, не реже одного раза в год публиковать финансовые отчеты с детализацией как доходов, так и расходов и с указанием достоверных и актуальных источников и сведений. Финансовые отчеты партии, а также заключения внешних аудиторов и надзорных органов должны быть доступны в полном объеме, в удобном для чтения, в чтении формате, может быть онлайн, может быть в печатной прессе, может быть стоит обязать их это делать, так же как обязаны отчитываться по своему финансированию и общественной организации НПО. Для осуществления надзора в сфере финансирования политических партий мы предлагаем создать независимый орган, который будет иметь право инициировать различные расследования, координировать действия с другими контролирующими органами, налагать санкции в случае, если они потребуются. Примеры таких органов хорошо работают в Латвии, в Орландии, в Великобритании. Также мы предлагаем усовершенствовать систему санкций за финансовые нарушения со стороны политических партий, предусмотреть там административные, уголовные наказания, но в то же время включить нераздерживающего характера. Например, штрафы или потерю государственных субсидий. И важно также, чтобы законодатели связывали потерю государственного финансирования с вопросами соблюдения гендерных квот. Это наша пятая рекомендация, которая звучала в начале. Также предлагаем отменить такую регулирующую меру, как лишение регистрации в качестве санкций за финансовые нарушения. За исключением случаев, когда партия регулярно нарушает закон и никак не пытается изменить ситуацию. И, наконец, последнее. Независимо от видов применяемых санкций, мы все-таки настаиваем на том, что они всегда должны быть лишены политической подоплеки и такого риска карания какого-либо участника политического рынка. Они должны быть эффективными, соразмерными, должны действовать с профилактической точки зрения, уважая институт, уважая право людей на объединение, должны учитывать величину суммы, если это штраф, умысел, возможны повторные характеры правонарушения и должны быть осуществимы на практике. На этом наши рекомендации по блоку партии закончены. Если будут вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Таня, пожалуйста. Продолжение следует...